Добрый день! Сегодня отвечу на вопрос, как сказать на иврите, обнаружить, найти. Этот материал предназначен для изучающих язык на среднем уровне. Пользуясь случаем, я хочу порекомендовать вам приобрести книги Ярама Лемельмана «Красивый иврит». Это сборник идиоматических выражений, красивых словосочетаний и также практическую грамматику иврита. Эта книга ориентирована на тех, кто изучает высокий стиль, классический иврит. И также книгу «От буквы к корню», где информация по буквенным ячейкам. Эту теорию развивает Ярам Лемельман. Если вам это интересно, обращайтесь ко мне для заказа и дополнительной информации по электронной почте. Вы видите на экране. Итак, самое популярное слово для передачи значения «находит» — это МОЦЕ. Я привожу глаголы здесь в форме настоящего времени, мужского рода, единственного числа. МОЦЕ находит. Обнаруживает, когда речь идет о местонахождении. МЕАТЫР. Глагол ХОСЕФ мы будем использовать в значении «обнаруживает», как «разоблачает». Этот же глагол изначально передает значение «обнажает», «раскрывает», «снимает одеяние», «оставляет для всеобщего обозрения». Примерно так можно понять его смысл. Глагол МЕАКЕН появился недавно уже, в 21 веке. И мы его будем переводить, как «определяет местонахождение при помощи электронных средств». Отслеживает в этом плане, как «обнаруживает». И до сих пор это слово будет понятно не всем. Используется как технический термин или в армии, как военный термин. Слово МЕГАЛЕ мы будем переводить, как «обнаруживает» и в значении «открывает». Открывает, примерно как открывает Америку, что-то новое, ранее неизвестное. Также этот глагол используется в значении «разглашает», «раскрывает», когда речь идет о секрете, о тайне. А теперь, чтобы понять, как используются эти глаголы, давайте рассмотрим новость, переведем с русского языка на иврит, новостную информацию, реальную, действительно это было. «Полиция обнаружила подпольную плантацию по выращиванию конопли». Первый вариант, который предлагается «Амиштара Итра Маабада Легидуль Канабис». Я пока глаголи не говорю, переведем все остальные слова. «Амиштара полиция Итра обнаружила Маабада». Для подавляющего большинства Маабада – это лаборатория, и часто в переводах новостей на русский язык так и пишут лабораторию, например, в данном случае по выращиванию канабиса. Но Маабада еще и переводится как «подпольное производство», «подпольный цех», или в данном случае как «подпольная плантация». Имейте в виду, в моем словаре, вот именно этот перевод я уже и привел, как «подпольный цех», «подпольное производство». «Легидуль» – для выращивания, и «канабис» – это «конопля». Теперь слово «итра» – «обнаружила». Можем ли мы использовать в этом случае? Я сказал, что «итра» от слова «меатер», «меатер» – это «обнаруживает местонахождение». То есть получается, что полиция знала, что находится где-то подпольная плантация, но ее местонахождение не было известно. И вот полиция наконец-то нашла, нашло, нашла место, где находится эта плантация. Если это имелось в виду, тогда глагол подходит. Если неизвестно было заранее о существовании этой подпольной плантации, то глагол здесь не подходит. Я могу использовать, мы сказали, универсальный глагол «моце» у нас был. «Моца» нашла. У нас получилось бы «амиштара» «Моца маабадали гидуль канабис». Полиция нашла. Можно использовать этот глагол, нет никаких проблем. В чем недостаток? Глагол «моце» – это находит, вот мы идем по улице, например, и нашли монету. То есть совершенно случайно, то есть мы ее не искали. Это не входит в наши обязанности искать монеты. И также и здесь. Мы можем использовать этот глагол, но он совсем нейтральный. Это говорит о том, что случайно полицейские где-то что-то шли и увидели непонятно как, непонятно где, нашли. Так как мы примерно находим монету. Если это имеется в виду, что совершенно случайно, то глагол подходит. Если мы хотим подчеркнуть, что это не случайно, что полицейские ищут такие вот подпольные вещи для борьбы с наркоманией, тогда лучше использовать другой глагол. И, например, мы можем здесь использовать глагол «хосфа». «Хосфа» – это «разоблачила» и можно его использовать по контексту в значении «обнаружила». То есть «обнаружила» и «разоблачила». И этим глаголом мы подчеркиваем, что речь идет о каком-то негативном действии. То, что было, имеется в виду не действия полиции, а какое-то действие или явление, которое подверглось разоблачению. Полиция разоблачила что-то нехорошее, обнаружила что-то нехорошее и сделала это либо достоянием гласности, либо для правоохранительных органов передала дальше всю эту информацию, которая есть. Что-то нехорошее нашли, разоблачили. Подходит здесь этот глагол. У нас еще есть глагол «меакен» в настоящем времени и в прошедшем времени будет «икна». Глагол, который встречается только в новостях, в технической литературе, в обычной речи. Я не слышал, чтобы кто-то его употреблял. Полиция обнаружила. Здесь этот глагол не подходит, потому что, когда мы используем этот глагол, речь идет о отслеживании, то есть при помощи технических средств, как, например, отслеживается звонок по телефону или там при помощи чипа какого-то, который вставлен в машину, можно отследить передвижение. Скорее всего, в данном случае речь об этом не шла, то есть не были какие-то чипы, хотя теоретически может быть и так. Наркоману какому-то вставили куда-то там чип, и в результате он добрался вместо покупки и при помощи вот этого действия, при помощи наркомана отследили движение. Если это имеется в виду, тогда мы можем это использовать, но читателю, скорее всего, не будет понятно, он не поймет, о чем идет речь. Поэтому я считаю, в данном переводе такой глагол нежелательным, непонятным он будет. И у нас остается еще один глагол. Мегале в прошедшем времени гильта. Амиштара гильта. Полиция обнаружила. Можно ли использовать этот глагол? Во-первых, можно. Во-вторых, это не самый удачный вариант будет, потому что гильта, когда мы говорим, это в том числе что-то хорошее, как обнаружение Америки, например, или там обнаружение нового препарата, при помощи которого можно бороться с вирусом или с какой-то болезнью. То есть это может быть и в положительном значении, и в отрицательном значении. Это такое нейтральное слово. И обнаружило, когда мы говорим гильта, это обнаружило с неожиданностью для себя что-то принципиально новое, как будто бы раньше этого не было. И не подходит здесь этот глагол, хотя если его использовать, он будет всем понятен, и это не ошибка. Просто, на мой взгляд, дело вкуса меньше подходит, чем, например, глагол хасфа, приведенный ранее. Я надеюсь, что это было несложно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейт Раут. До свидания.